Никогда прежде мы не видели Вселенную с такой ясностью. Нил Деграсс Тайсон теперь говорит, что дебаты в физике закончены. Последнее открытие Джеймса Уэбба окончательно доказывает истину, и в науке разразился кризис. Тем, кто не готов выбросить за борт устаревшие теории и обратиться к новым возможностям об истинной природе Вселенной, в будущем придется не сладко в науке. Телескоп Джеймса Уэбба сейчас открывает двери в совершенно новую науку и, возможно, даже откроет бесконечность Вселенной. Джеймс Уэбб – один из самых замечательных научных инструментов, которые мы, люди, когда-либо создавали. Благодаря этому космическому телескопу мы можем заглянуть так далеко в прошлое, что почти можем заглянуть в те времена, когда, как говорят, зарождался космос. Но что-то не так. Либо эти галактики были чем-то вроде космических ранних разработчиков, либо теория Большого Взрыва неверна. Только представь, галактики, которые, возможно, были только в зачаточном состоянии, выглядят как зрелые взрослые галактики. Джеймс Уэбб обнаружил более дюжины галактик через 200-300 миллионов лет после Большого Взрыва, которые были очень сложными, структурированными и полными звезд, так, как астрономы привыкли ожидать только от очень старых галактик. Эти открытия проливают свет на эпохи Вселенной, которые раньше оставались в тени и подвергают проверки основы космологии. Джеймс Уэбб спровоцировал научный кризис. Цитирую Тайсона. Это кризис. Повторимся. Стандартная модель космологии – это теоретическая основа, которая описывает развитие и структуру Вселенной от ее начала до наших дней. На протяжении десятилетий эта модель служила компасом, основываясь на фундаментальных законах классической физики, уравнениях относительности Альберта Эйнштейна и наблюдениях в современном космосе. Но данные, предоставленные JWST, раскрывают явления, которые лежат за пределами предсказаний этой модели, и теперь ученые стоят перед катастрофой. Большая часть мирового сообщества астрономов, космологов и физиков согласилась с тем, что Вселенная началась с Большого Взрыва и с тех пор продолжает расширяться с этой точки. Между ними была эпоха тьмы, когда в молодой Вселенной не было звезд. Затем появились первые источники света и постепенно образовались звезды, сначала неплотное скопление, а затем сложные галактики, такие как наш Млечный Путь. Теперь тебе наверняка интересно, как исследователи смогли определить Большой Взрыв, когда света не было вообще. Вокруг никого не было, и было ясно, что никто и никогда не увидит это событие. Они взяли картину всех происходящих явлений, таких как движение галактик и действия определенных сил. Затем они прочитали сценарий, вернувшись к исходной точке. Загвоздка, однако, в том, что никто не знал наверняка, было ли когда-нибудь начало. Цитирую Тайсона. «Мы не знали точного возраста или размера Вселенной, потому что наши оценки могли отклоняться в два раза». Таким образом, ученые осознавали, что все величины и размеры их теорий подвержены ошибкам. Тем не менее, все по-прежнему неплохо укладывалось в общую картину. До тех пор, пока не появился Джеймс Уэбб. Теперь карточный домик физиков и астрономов рушится, и то, что долгое время продавалось нам как истина, теперь оказывается ложью. Большой взрыв. Доказательств всегда не хватало. Знаешь ли ты, что теории Большого взрыва, расширения Вселенной и возраста Вселенной были не более чем оценками и модельными расчетами? Тем не менее, эти теории считаются центральными столпами современной космологии. На самом деле, эти идеи также подкреплялись множеством наблюдений и научных выводов, но были и предупреждающие знаки, которые ученые постоянно упускали из виду. Теории предлагали достаточно стройную картину происхождения и эволюции Вселенной, а некоторые из идей были также подтверждены различными независимыми измерениями, но далеко не все. Космическое микроволновое фоновое излучение, или сокращенно СМВ, это классика, когда речь заходит о подтверждении идеи Большого взрыва и расширения Вселенной. Открытое в 1965 году Арно Пензиосом и Робертом Уилсоном, это излучение, которое и сегодня, вездесущее в космосе, было интерпретировано как послесвечение Большого взрыва. Излучение рассматривалось как своего рода фотографический отпечаток Вселенной, созданный, когда ей было всего 380 тысяч лет, и когда она стала достаточно холодной, чтобы электронные протоны объединились в нейтральные атомы. Почти идеальная однородность СМВ по всему небу с крошечными температурными флуктуациями, очевидно, не только подтверждала Большой взрыв, но и давала важнейшую информацию о составе и эволюции Вселенной. Все выглядело стройно, и открытие СМВ долгое время считалось доказательством теории, выдвинутой Жоржем Леметром. В 1927 году бельгийский священник и астрофизик заметил, что далекие галактики удаляются от нас. Он сделал это открытие, проанализировав красное смещение в свете этих галактик. Из этих наблюдений Леметром сделал вывод, что Вселенная расширяется из одной чрезвычайно плотной и горячей точки. Он представил идею расширяющейся Вселенной, которая произошла от первобытного атома, из которого образовалась вся материя во Вселенной. В 1929 году Эдвин Хаббл предоставил первое прямое доказательство расширения Вселенной, заметив, что галактики удаляются от нас, причем их скорость пропорциональна расстоянию. Это наблюдение стало известно как закон Хаббла и было воспринято как прямое доказательство динамичной расширяющейся Вселенной. Определение возраста Вселенной основывалось на измерении скорости расширения или постоянной Хаббла и на наблюдении за самыми старыми из известных на тот момент звезд. Однако теперь Джеймс Уэбб наблюдал звезды и галактики, которые рассказывают совершенно другую историю. Стандартная модель достигла своих пределов, и теперь ясно, что в прежних рассуждениях что-то было не так. В принципе, это можно было предвидеть, но долгое время большинство ученых и слышать не хотели о критике старых идей. В точных измерениях постоянной Хаббла существовали постоянные неопределенности расхождения. Различные методы, такие как наблюдение за цифеидами и сверхновыми в близлежащих галактиках в сравнении со значениями, полученными из СМВ, приводили к несколько иным результатам. Эти расхождения на самом деле свидетельствовали о неполном понимании космической динамики. Ошибка измерения, они не хотели в это верить. Звучит безумно, но указания на то, что предыдущие теории не могут быть верными, существовали всегда. Помимо уже упомянутого несоответствия между различными измерениями скорости расширения Вселенной, точные измерения самого СМВ всегда вызывали вопросы, которые было сложно согласовать со стандартной моделью. Тонкие флуктуации в СМВ, которые с беспрецедентной точностью были отображены спутниковыми миссиями, такими как Планк, явно указывали на раннюю сложность Вселенной. В частности, масштабная зависимость этих флуктуаций дала доказательства явлений, которые не могли быть объяснены классической космологии. Если мы обратимся к квантовой физике, то расхождения станут еще больше. Такие явления, как квантовые флуктуации в ранней Вселенной и указания на существование нескольких реальностей бок о бок, показывают, что детерминизм старых теорий, возможно, является тупиком. Именно в этом тупике сейчас застряли ученые, которых Нил Деграсс Тайсон называет старожилами. Для старожилов в науке наступили тяжелые времена, сказал астрофизик в одном из интервью, имея в виду, что старые способы мышления больше не продержатся. Джеймс Уэбб показывает нам, что в ранней Вселенной что-то было совсем иначе, чем предполагалось ранее, и дискуссия о правильности старой стандартной модели астрофизики теперь закончена. Старая теория больше не выдерживает критики, но вряд ли кто-то хочет сказать об этом прямо. Неужели мы приближаемся к бесконечности? Может ли самый большой недостаток стандартной модели космологии заключаться в предположении, что у Вселенной должно быть начало и конец? Может быть, несоответствие и поиски новой физики на самом деле открывают долгожданную дверь, поистине бесконечную Вселенную или даже мультиверс? Появляется все больше доказательств того, что мы живем не во временной или пространственно замкнутой Вселенной, а в мультивселенной. Инфляционные теории и теория струн показывают, что мы, возможно, упустили из виду гораздо большее. Хотя прямые доказательства бесконечности Вселенной или существования мультивселенной остаются неуловимыми, эти концепции набирают очки в других аспектах. Теория струн на данный момент является единственным последовательным объяснением, которое может примирить мир мельчайших частиц с законами Вселенной крупномасштабных явлений. Однако это работает только в том случае, если мы допускаем наличие дополнительных измерений, которые нам пока неизвестны. Старожилы среди ученых всегда отвергали подобные идеи. Якобы доказательств не хватает, но, как теперь впечатляюще продемонстрировал нам Джеймс Уэбб, доказательств теории, которые принимались за истину почти столетия, тоже не хватало. Увидим ли мы все-таки большой взрыв? То, что большинство людей упускает из виду, это тот факт, что теперь наши шансы заглянуть в прошлое на 13,8 миллиарда лет увеличиваются. Джеймс Уэбб заглянул на 13,5 миллиардов лет назад и показал нам, что в те времена наверняка существовали крупные галактики. Возраст этих галактик в то время составлял как минимум несколько миллионов лет. Значит, во Вселенной уже был свет в эпохе очень близкий к магическому порогу 13,8. Осознай на мгновение, что раньше ученые считали, что Вселенная долгое время была только темной. Предположение, которое делало совершенно невозможным когда-либо заглянуть в прошлое до большого взрыва. Мы можем только собирать и интерпретировать следы света или полагаться на источники излучения, такие как СМВ. Но если эти очень старые галактики теперь показывают нам, что в то время, когда Вселенная якобы была еще очень молодой, уже было очень много звезд, значит, мы все еще должны быть в состоянии найти более старые галактики. Мы постепенно приближаемся к той самой точке во времени, которая, как предполагается, была началом. Если 13,8 миллиарда лет назад готовые галактики уже ярко сияли, то мы точно знаем, что большого взрыва не могло быть. Это лишь вопрос времени, когда мы сможем это сделать. Не исключено, что Джеймс Уэбб будет представлять все новые и новые изображения еще более древних галактик, и наука получит еще больше подсказок о том, что же на самом деле происходило в прошлом Вселенной. Шокирующие на сегодняшний день выводы были сделаны исследователями на основе одного единственного снимка, который Джеймс Уэбб сделал в самом начале своей миссии. Глубинный снимок был, так сказать, только началом, и мы можем с нетерпением ждать, какие новые увлекательные факты о Вселенной мы получим, когда Джеймс Уэбб вновь обратит свой взор к предполагаемому началу времен. Роджер Пенроуз. Есть определенный смысл, в котором я бы сказал, что у Вселенной есть цель. Она существует не только по воле случая. Гениальный физик сэр Роджер Пенроуз уверен, теория струн не верна, а темной материи не существует. Пенроуз находит свой собственный подход к элементарному вопросу физики, какова истинная структура Вселенной. И он один из немногих ученых нашего времени, который находит связанные ответы на вопрос о более глубоком смысле или цели, стоящей, закажущейся случайностью космических событий. В то время как теория струн стремится к единой теории всех сил, тайна темной материи и энергии остается неразгаданной по сей день. В этом поле напряжения исключительный ученый Роджер Пенроуз мыслит далеко за пределами общепринятых границ и показывает нам возможность существования Вселенной полной смысла и тайны. Роджер Пенроуз Я думаю, что проблема теории струн заключается в том, что в ней нет связи с наблюдениями. Возможно, я придерживаюсь слишком сильной точки зрения, но на мой взгляд она в значительной степени обусловлена математикой, что само по себе не является возражением, насколько я понимаю. Многое из того, что я делаю, обусловлено математикой. Но проблема с теорией струн в том, что она должна быть теорией о том, как устроен мир, и если число пространственных измерений просто не верно, я не могу воспринимать ее всерьез. Теория струн постулирует, что фундаментальными строительными блоками Вселенной являются не точечные частицы, а одномерные струны. Эти струны вибрируют на разных частотах, создавая наблюдаемое разнообразие элементарных частиц. В свое время эта теория стала знаменитым объединением четырех фундаментальных сил в природе. Гравитация, электромагнетизм, сильные и слабые ядерные силы впервые объединились здесь согласованным образом и в более широком контексте. Теория струн практически объединяет астрофизику с физикой частиц. Но тут есть подвох. Формулы работают только если мы предполагаем гораздо больше, чем известные четыре измерения. Роджер Пенроуз – один из самых больших противников теории. В то время как другая звезда физики американец Мичио Каку считает ее единственной последовательной теорией поля. Пенроуза не так беспокоит множество других измерений. Для британца теория струн неприемлема, несмотря на всю свою математическую изощренность, потому что ее нельзя проверить эмпирически. Пенроуз утверждает, что для того, чтобы научная теория считалась достоверной, она должна делать проверяемые предсказания и подтверждаться наблюдениями или экспериментами. Однако теория струн пока не дала ни одного проверяемого предсказания, которое можно было бы проверить средствами современной экспериментальной физики. Это приводит к вопросу о том, является ли теория струн на самом деле физической теорией или, скорее, математическим мысленным экспериментом. Аналогичным образом, Пенроуз критикует гораздо более значимую переменную в предыдущих космологических моделях. В спорах о темной материи Пенроуз также занимает удивительно критическую позицию. Темная материя была практически изобретена учеными для того, чтобы объяснить некоторые астрономические наблюдения, такие как скорость вращения галактик и эффект гравитационного линзирования. Эти явления не соответствовали количеству видимой материи во Вселенной, поэтому родилась теория невидимой темной материи. В теории темная материя – это форма материи, которую нельзя наблюдать напрямую, так как она не испускает и не отражает электромагнитное излучение. Однако, согласно предыдущим моделям, она составляет значительную часть общей массы Вселенной. Пенроуз утверждает, что предположение о невидимой, необнаруживаемой субстанции, которая якобы составляет большую часть Вселенной, это скорее предварительное решение, чем обоснованная научная теория. Пенроуз отдаёт предпочтение альтернативным объяснениям, основанным на модификации теории гравитации, а не спекуляциям на тему существования неизвестной формы материи. Поэтому взгляды Нобелевского лауреата представляют собой настоящий вызов традиционной космологии. Его критика – это не только отрицание некоторых теорий, но и призыв к более строгой научной методологии и более открытой дискуссии об основах нашего понимания Вселенной. Пенроуз подчёркивает, что наука всегда должна быть открыта для новых идей пересмотра, особенно когда сталкивается с границами наших знаний. В практическом плане физик говорит о том, что мы не можем строить своё мировоззрение на предположениях. Если учёные чего-то не знают, то они должны это признать и вернуться к тому, что знания подкрепляются наблюдениями и вескими доказательствами. Современная астрофизика, с другой стороны, построила целое мировоззрение на существование вещества, для которого нет никаких доказательств. И если теория струн однажды будет признана, то будет то же самое. Пока эти измерения не будут замечены или не будут найдены доказательства их существования, мы не можем считать их серьёзной научной теорией в глазах Пенроуза. Сэр Роджер Пенроуз – гений. В настоящее время Пенроуз наводит шороху в кругу звёзд физики. В Великобритании каждый ребёнок знает этого учёного. Пенроуз вёл собственные телепередачи по астрофизике, является автором множества известных книг и одним из великих мыслителей страны. Помимо Нобелевской премии, его выдающиеся достижения принесли британцу возведение в перство королевой Елизаветы. Пенроуз родился в Колчестере в 1931 году и изучал математику и физику. Особую известность ему принесли работы в области теории относительности и космологии, в частности исследования чёрных дыр. В сотрудничестве со Стивеном Хокингом Пенроуз разработал важные теоремы о сингулярности в рамках общей теории относительности. Эта работа в корне изменила наше понимание чёрных дыр и происхождение Вселенной. В основе концепции диаграмм Пенроуза, названных в его честь, лежит концепция Пенроуза. Этот инновационный метод изображает структуру пространственно-временного континиума в общей теории относительности. С плитками Пенроуза творчество мыслителя дошло даже до такой науки, как кристаллография, и его работы привели к теории квазикристаллов. Пенроуз не ограничивается математикой и физикой. Этот человек – учёный, который хочет понять Вселенную во всей её полноте, включая метафизические аспекты. Именно поэтому он не боится говорить на такие темы, как сознание или смысл мироздания. Пенроуз активно работал с исследователями мозга над вопросом о том, является ли Вселенная чем-то, что создано нашим сознанием. Его книга «Новый разум императора» связывает человеческое сознание с квантовыми процессами в мозге. И снова, исключительный учёный был заинтересован не только в том, чтобы представить некоторые математически разумно согласованные концепции. Он хотел доказать, что эти связи существуют, и приступил к практическим исследованиям. Пенроуз – не просто учёный и мыслитель, который легко стирает границы между математикой, физикой и философией. Его способность упрощать сложные идеи и делать их доступными для широкой аудитории, а также бросать вызов устоявшимся догмам, делают его в Великобритании тем, кем является Мичо Како в США. Можешь ли ты представить себе Папа Римского, такого человека, как Пенроуз и такого музыканта, как Моцарт, сидящим за столом и обсуждающими вопрос о предназначении Вселенной? То, что сегодня является довольно заумной идеей, в прошлом было вполне нормальным явлением. Все эти дисциплины часто практиковались под видом великих мыслителей и учёных. Пифагор был одарённым математиком и гениальным музыкантом. Для него музыка, звук и Вселенная принадлежали друг другу. Ему наверняка понравилась бы идея вибрирующих и звучащих струн. Птолемей Александрийский был величайшим религиозным учёным своего времени и одновременно математиком, астрономом и биологом. Сэр Роджер Пенроуз предстаёт в наши дни как один из немногих эрудитов, которые преодолевают границы дисциплин и связывают такие понятия, как сознание с теориями и религией. Интересно и его мнение о случайности и детерминизме в современной космологии. Обе концепции пытаются объяснить существование и природу Вселенной. Дебаты вращаются вокруг вопроса о том, появилась ли Вселенная в результате серии случайных событий, что является эквивалентом случайности, или же она следует определённой цели или предопределённому порядку, что было бы выражением детерминизма. Роджер Пенроуз отвергает идею случайной бесцельной Вселенной. Вместо этого он видит в сложной структуре Вселенной и в тонко настроенных законах физики свидетельство более глубокого порядка и, возможно, скрытой цели. Философские последствия взглядов Пенроуза далеко идущие. Если Вселенная действительно следует какой-то цели или имеет более глубокий порядок, это поднимает вопросы о природе этого порядка и происхождении этой целеустремлённости. Это может означать, что Вселенная устроена таким образом, что не только позволяет, но и, возможно, даже благоприятствует возникновению жизни и сознания. Такая точка зрения фактически говорит, что наше человеческое существование также намеренно по какой-то причине, и наша роль во Вселенной может быть гораздо больше, чем просто нахождение здесь. В квантовой механике наблюдатель Вселенной приравнивается к Творцу реальности. В квантовой механике часто утверждается, что наблюдатель играет решающую роль в определении реальности. Исследования Пенроуза могут доказать, что сознание и наблюдение – это не просто пассивные процессы, а активные участники создания реальности. Взгляды Пенроуза на Вселенную бросают вызов традиционной космологии и предлагают новые последовательные подходы. Пенроуз также ответственен за новаторскую теорию циклической Вселенной. В ней физик научно доказывает, что наш Большой Взрыв был последующим событием ранее угасшей Вселенной. Как только жизненный цикл нашей Вселенной подходит к концу, она коллапсирует и происходит новый Большой Взрыв. Подтверждением этой теории могут стать чрезвычайно старые черные дыры, недавно обнаруженные космическим телескопом Джеймса Уэбба. В идее Пенроуза о циклической Вселенной черные гиганты – это практически последнее, что осталось от старой Вселенной, и они даже могут сыграть роль в новом рождении Вселенной. Будущее физики. Что лежит за пределами теории струн и темной материи. Будущее физики находится на захватывающем, поворотном этапе. Теоретическая физика может двинуться в совершенно новом направлении, выходящем далеко за рамки обычных объяснительных моделей того, как устроена Вселенная. Одним из таких направлений может стать петлевая квантовая гравитация, которая пытается описать гравитацию в рамках квантовой механики, не прибегая к дополнительным измерениям или сложным конфигурациям струн. Другие подходы могут быть направлены на разработку теорий, основанных на голографическом принципе, или постулирование совершенно новых форм материи и энергии, отличающихся от традиционного понятия темной материи. Как подчеркивает Пенроуз, воспроизводимые эксперименты и реальные наблюдения должны иметь первостепенное значение в будущем развитии физики. Подтверждение или опровержение теории с помощью эмпирических данных – краеугольный камень научного метода. У Роджера Пенроуза есть собственное видение будущего своей области. Он подчеркивает важность творческого подхода и твердо верит, что будущее физики за новыми идеями, которые раздвигают границы нынешнего понимания и при этом предлагают более глубокое понимание природы Вселенной. Пенроуз ратовал за более глубокое рассмотрение роли сознания физики и предлагал лучше изучить квантовые процессы в мозге, чтобы найти связь со Вселенной и вероятным детерминизмом ее создания. Если ты любишь удивительные видео, подписывайся на этот канал прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!